МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А редакция находилась тогда рядышком тоже в здании администрации районной. Управление образованием, по-моему, на втором этаже было, а оно в рубеже на четвертом. И я поднялась вот просто по старой памяти в рубеже, ну тянула, интересно, как там, что, да. Так случай определил творческий путь Ася на дальнейшие 25 лет. Я считаю, что все вот эти четверть века для меня это самый яркий момент в моей жизни. Возможно, потому что это молодость. Мы вот на тот момент у нас коллектив был, мы все были практически равистники. Ну, плюс-минус 10 лет, 15 лет разницы, да. И тогда подобрались и мальчишки, и девчонки, и такие все вот интересные, все энергичные, все с азартом. В новых рубежах Ася прошла путь от пишущего журналиста до ответственного секретаря и литературного редактора. Сейчас она работает в Одинцовской библиотеке номер один, но с удовольствием вспоминает редакционную жизнь. Часто общается с бывшими коллегами и следит за рубежами сегодняшними. Я слежу, конечно, за газетой, каждый номер с трепетом открываю, просто потому что переживаю, все ли у них получается. Во-первых, сразу смотрю, сколько страниц выпускают, да, 32, 28 там, или сколько больше, меньше. Расширяется газета или, наоборот, уменьшается. Ну, в целом молодцы, мне нравится то, что они сейчас делают, да, то есть марку держат. Редакция расположена на первом этаже жилого дома 2А по улице Маршала Бирюзова. Газета по-прежнему выходит раз в неделю, по пятницам. Тираж – 15 тысяч экземпляров. Сегодня это не только печатка. Новости, статьи и официальная информация публикуются на сайте, размещаются и в соцсетях. За сто лет издание сменило несколько названий – «Красный луч», «Заколхозы», «Знамя Ильича», но уже почти 60 лет носит имя «Новые рубежи». «Новые рубежи» для меня – это прежде всего летопись уже округа, раньше района. Освещая не только события, но и участвуя в жизни округа, то есть она повлияла на судьбу очень многих людей. Поэтому можно сказать, что это многотомная летопись округа. Эльвира уже три года возглавляет редакцию легендарной газеты. Вместе с ней над еженедельным изданием трудятся чуть более 10 человек. Журналисты, фотограф, сотрудники отделов верстки, рекламы, водитель. Секрет этого коллектива – гармоничное сочетание опыта сотрудников, которые проработали в новых рубежах не один десяток лет, с профессиональным рвением молодых специалистов. Дмитрий трудится в газете уже почти два года. Фотоаппарат впервые взял в руки, когда учился в школе, классе в 10-м. И это стало для него любимым хобби. Отучившись в институте и став магистром информатики и вычислительной техники, он какое-то время работал инженером. Но желание творить взяло верх. До новых рубежей опыта работы фотографом у Дмитрия не было, но он постоянно совершенствуется в профессии. Смотрю на других фотографов тоже, которые снимают у нас в городе. Смотрю в интернете разные фотографии. Стараюсь для себя что-то новое в обработке сделать, что-то пробую, экспериментирую. Фотографии очень важно экспериментировать все время. Лариса Георгиевна официально работает в новых рубежах с 2001 года. Хотя журналистскую деятельность начинала именно здесь. Учась в 9-м классе и мечтая поступить в МГУ на журфак, пришла в редакцию договориться о публикациях своих материалов. Сотрудничество с рубежами продолжила и на следующий год. Затем долгое время работала в Москве, была пресс-секретарем министра образования. А потом, по семейным обстоятельствам, нашла место рядом с домом. Выпускала две газеты в Голицыне. В новые рубежи Ларису пригласила работать Софья Ивановна Манкевич, которая на тот момент была главным редактором издания. Она сразу мне предложила социальную тематику. Я до сих пор верна этому выбору. Я действительно очень много пишу в основном на социальные темы. Тесно сотрудничаю с нашими структурами, с управлением социальной защитой, с пенсионным фондом и, конечно, с моей любимой медициной. Лариса Георгиевна продолжает творить. Много общается с медиками, ветеранами Великой Отечественной, узнает о людях и каждый день открывает для себя много нового, несмотря на то, что является коренным жителем округа. Сейчас также много пишет о культуре. Это все такие темы, которые не могут не заинтересовать. Они вдохновляют, они дают нам новые силы. И мы продолжаем творить в меру собственных сил. В ее работе главная внимательность и результат. То, как газета будет выглядеть для читателей. Дарья заведует отделом дизайна и электронной верстки газеты. Она практически выросла в новых рубежах и называет их своим вторым домом. Дело в том, что с 90-х годов журналистом здесь работал ее отец Александр Николаевич Колесников. И после школы девочка приходила в редакцию. Он журналистом начинал здесь писать, потом была на ответ секретарем, отвечала за макеты, все делала этот, писала, но он больше писал о спорте. Издательское дело стало профессией и для Дарьи, но выбрала она верстку. Практику проходила в рубежах, а когда пригласили сюда на работу, не раздумывая, согласилась. Так продолжилась трудовая династия. Многие говорят, устают от работы, мне такого нет. Да, есть, конечно, накал, когда усталость, но чтобы прекратить, пока возможно работать в этой профессии, я буду это дело стараться, потому что я это люблю, это дело, мне это нравится. Создавать газету, создавать, обрабатывать фотографии, чтобы выходил конечный результат, выйдет какая газета в конце. Для меня это, в принципе, да, все. Екатерина отработала в новых рубежах три года. Сейчас решила освоить телевизионную журналистику, но родную редакцию не забывает. Признается, что больше всего ценит дружный коллектив, готовый всегда поделиться опытом с молодым специалистом и поддержать. Я очень люблю общение, и для меня новые рубежи останутся как место, куда я всегда смогу вернуться, и со мной всегда смогут поделиться какими-то своими впечатлениями, опытом. Своё второе столетие новые рубежи встречают полными сил и планов. Они продолжают лучшие традиции журналистики и бережно хранят историю в своих архивах, обучают молодежь во время стажировки. Уверенно заявляют, берем курс на дальнейшее развитие и открытие новых рубежей.